Пинское техническое училище номер 108 трикотажников, а именно так назывался колледж легкой промышленности, был основан в октябре 1970 года. В октябре 1971 года впервые был организован прием учащихся из 200 человек. В 1972 году был первый выпуск. На протяжении ряда лет училище выпускало рабочих высокой квалификации для Пинского комбината верхнего трикотажа, а в дальнейшем и для других предприятий легкой промышленности Советского Союза. 17 ноября 2003 года учебное заведение переименовано в учреждение образования Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности. За свою 45-летнюю историю колледж подготовило множество высококвалифицированных специалистов. Выпускники колледжа часто встаются работать в любимом учебном заведении. Многие работают на других предприятиях, показывая себя с лучших сторон и даже становятся известными людьми в своей профессии. На этом юбилейном вечере кроме гостей присутствовали преподаватели, ветераны, студенты, выпускники колледжа разных лет. И первым со сцены ко всем обратился директор Пинского государственного профессионально-технического колледжа легкой промышленности Николай Иосифович Вакульчик. Я хотел бы всех нас в связи с нашим 45-летием поздравить всех тех, кто работал и учился, всех тех, кто работает и учится, всех тех, кто связал свой жизненный путь с нашим учебным заведением, но и всех тех, кто не безразличен к судьбе нашего учебного заведения. Позвольте мне выразить слова благодарности и признательности за ваш нелегкий труд, за вашу неиссякаемую энергию, за ваше умение работать с молодежью. Порой, наверное, за то, чтобы не щадя своих сил, своего личного времени, своего, наверное, и здоровья, делали все, чтобы наше учебное заведение из года в год становилось все краше и краше. Кроме того, слова благодарности звучали в адрес предыдущих директоров Владимира Аминовича Галкина, Полховского Федора Константиновича, которые также вложили немало сил в это учебное заведение. Теплые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов колледжа легкой промышленности. Все они вышли на сцену, чтобы присутствующие в этом зале могли еще раз увидеть тех, кто долгие годы трудился на благо этого учебного заведения. Конечно, многие не смогли поприсутствовать на юбилее, однако прислали свои видео поздравления в адрес коллег. Пришли поздравить колледж и представители власти. Так сложилось, что и моя жизнь тоже связана с вашим коллективом. Когда в 1978 году, то есть через 8 лет после того, как образовалось ваше училище, меня назначили, бросили там на амбразуру в качестве директора строительного 88-го училища, а мне тогда было 27 лет. И у кого мне было учиться работать? Конечно, у опытного директора Галкина Владимира Ильинича, опытного коллектива, который к тому времени, хотя прошло с момента образования всего лишь 8-10 лет, уже в полной мере гремял по всей республике, скажем так. Праздник получился торжественным, красивым, добрым, незабываемым, каким, наверное, и должен быть юбилей заслуженного учебного заведения, выпускники которого создают прекрасное. Хочется поздравить всех преподавателей и студентов, а также поблагодарить преподавателей и директора за отличную работу и пожелать дальнейших успехов в их нелегком деле подготовки специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok